Привет! Это самая любопытная программа, которая к тому же не умеет хранить секреты. И сегодня, прямо сейчас, мы отправимся на уникальное красноярское предприятие. Техника безопасности превыше всего, поэтому нас одели в специальную одежду защитную, и даже выдали вот такой самоспасатель. Вот так он выглядит, но открывать его не буду, поскольку он запакован, одноразовый и предназначен исключительно для экстренных случаев, которых, я уверена, конечно же, не будет. В таком виде с противогазами-самоспасателями наперевес, на случай выброса газа, здесь работает весь персонал. На химическом производстве иначе никак. Неукоснительное соблюдение всех мер предосторожности и обеспечивая здесь полную безопасность. Итак, мы на Красноярском заводе синтетического каучука. Единственном в стране, где производят бутодианитрильный каучук специального назначения. Разберемся, что же это такое, почему без него невозможно представить сегодня нашу повседневную жизнь, даже таким далеким от химии людям, как наша съемочная группа. И как получают этот ценный материал. Для справки, первую продукцию Красноярский завод синтетического каучука выпустил в августе 1952-го. За годы работы предприятие освоило производство 85 марок каучука, в том числе бутодианитрильного с повышенной стойкостью к экстремальным температурам и воздействию нефтепродуктов. Именно из этого материала производят автомобильные шины, сальники, топливные шланги, изоляцию для электропроводки и другие изделия авиа- и машиностроения. Сегодня завод входит в состав группы Сибур, активно внедряет современные технологии. Сейчас во всех отраслях, в том числе и в нефтехимической отрасли, начинают происходить существенные изменения, направленные на цифровизацию всех процессов. Повсеместно развиваются и внедряются технологии автоматизации робототехники. Сенсоры, бигдата, 3D-печать, мобильные устройства. Компания Сибур – один из флагманов этой трансформации в нашей стране. Во-первых, цифровизация поможет компьютизировать все процессы, которые ранее управлялись сотрудниками. Ну и плюс, там, где останется рабочий труд, он станет легче, проще, безопаснее и эффективнее с точки зрения всего производства. Начинаем нашу познавательную экскурсию с лабораторием. Здесь проводят анализ исходного сырья будущего каучука, а именно нефтепродукта под названием бутадиен. А также тестируют вспомогательные и промежуточные продукты, которые тоже участвуют в процессе производства. Ну и специально для нас прямо сейчас проведут для наглядности опыт. Я вам сейчас покажу процесс, как происходит излечение каучука из вот этого латекса. Ну, для этого мы берем, собственно говоря, наш латекс, да, вот. Здесь у нас есть раствор хлористого магния, да, ну и обязательно волшебная палочка, без нее никуда. И просто добавляем, перемешиваем, и в процессе у нас происходит агломерация вот этих частиц мельчайших каучука, да. Они слипаются, и в итоге выделяется вот уже бутадиен нейтрильный каучук. На самом производстве, уточняет наш эксперт, волшебных палочек, конечно, нет, но в остальном процесс примерно так же и проходит. Только в гораздо больших промышленных масштабах и в просторных цехах, куда мы, собственно, и отправляемся. Кстати, лучше это делать не пешком, а на местном фирменном транспорте. Лично я сразу же оценила все его преимущества. Территория предприятия огромная, только производственных строений больше десяти, и расстояния, соответственно, между ними тоже большие. Поэтому на предприятии за каждым подразделением закреплен вот такой прекрасный экологичный транспорт. Вот сейчас я попробую. Едет. Если какой-то груз, можно вот в корзиночку положить, ну или оператора. Андрей, хочешь прокачу? Здесь есть, где прокатиться с ветерком. Производственная инфраструктура предприятия включает в себя собственные подъездные пути, эстакады по сливу сырья и отгрузке готовой продукции, складские помещения. Начало технологической цепочки, естественно, на подъездных путях, куда доставляют цистерны сырьем, бутадиеном в виде сжиженного газа. Дальше по металлорукавам оно поступает на очистку, а потом в цех полимеризации. Если говорить совсем простым языком, то вот по этим трубам сырье поступает в желтые емкости, которые называются реакторы, и именно в них происходит все самое интересное. Тот самый волшебный химический процесс, в результате которого мы получаем на выходе полимеры. Ну и производство, собственно, таким образом и устроено, чтобы свести присутствие человека здесь к минимуму. Все строго герметично и скрыто от наших глаз, но при этом под строгим контролем автоматизированной системы управления. Даже самые мельчайшие детали химического таинства отражаются на многочисленных мониторах щитовой. Это помещение можно смело назвать сердцем цеха. Именно здесь задается качество будущей продукции и режим работы – расходы, дозировки, температура. В общем, все технологические параметры. Все это необходимо для того, чтобы обеспечить устойчивость технологического процесса 330 дней примерно в году. То есть производство у нас непрерывное, мы его не останавливаем. Останавливаем только кратковременно, в летний период, для того, чтобы почиститься и запуститься дальше. Автоматическая система управления технологическим процессом позволяет повысить поразительность труда и, соответственно, получить хорошее качество выпускаемой продукции. Химический процесс длится от 8 до 12 часов. Полученный латекс добавляют хлористый магний из расчета 15-17 килограммов на одну тонну будущей продукции. Происходит выделение того самого бутадиен-нитрильного каучука. Потом он промывается, отжимается, сушится, прессуется. Вот в такие симпатичные 30-килограммовые брикеты. С пылу-жару, тепленькие еще. Они отправляются на склад. Все как один стандартного веса и цвета. Любые посторонние включения в брикете или малейшие отклонения от цветовой нормы считается браком. И тут же пресекается автоматической системой, которая имеет говорящее название «техническое зрение». Не всегда оператор может видеть отклонение от технологического режима, так называемое пересушивание, изменение цвета. Это все посторонние включения. Соответственно, это негативное обращение. Для этого мы установили техническое зрение. При попадании постороннего включения срабатывается звуковая и световая сигнализация. Данное техническое зрение позволяет нам улавливать посторонние включения размером от 0,5 мм. После попадания в постороннее включение автоматически происходит сброс некондиционной продукции. Прежде чем отправлять продукцию потребителям, ее свойства тоже тестируют. На основе полученного каучука готовят резиновые смеси. И испытывают на прочность вот на такой разрывной машине. Вот этот рабочий участок способен выдержать нагрузку не менее чем 250 кг на квадратный сантиметр. И при этом увеличится в размерах не менее чем на 450%. Но, конечно, эти параметры могут отличаться в зависимости от марок. Но в среднем где-то составляют вот такие параметры. То есть, грубо говоря, растянуться оно должно в 4 раза? 4,5 раза, да. Но это достаточно тяжело. Некоторые марки каучука проверяют еще и на морозостойкость. Такие используют, например, в нефтедобывающей промышленности. И все результаты испытаний моментально поступают в единую базу и доступны в режиме онлайн. С 2017 года у нас в промышленную эксплуатацию запущена лабораторная информационная система, которая нам позволяет в единую базу собрать всю информацию касаемо технологического процесса, выпуска готовой продукции, уход от бумажной работы, более оперативное выполнение работ, минимизация ошибок, то есть человеческого фактора. Результаты испытаний отображаются как промежуточных продуктов, это по технологии, так и готовая продукция, которая непосредственно выпускается в данный момент. Общая мощность производства сегодня 42,5 тысячи тонн в год, включая линию по выпуску порошкообразного бутадиен нитрильного каучука. Продукция Красноярского завода пользуется спросом не только на внутреннем российском рынке. Большая часть нашего каучука, до 70%, идет как раз на экспорт в страны Европы, Азии и даже Америки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова